К открытию дачного сезона в Уральске организовали общегородскую конференцию Ассоциации садоводов и огородников. Во время встречи дачников подняли ряд актуальных вопросов. Аким города Абаршин и Веков дал комментарии и развернутые ответы по каждому из них. А проблем, как оказалось, немало. Подробнее в нашем следующем сюжете. На сегодняшний день в Уральске 170 садоводческих сообществ, в которых постоянно проживают порядка 30 тысяч человек. Многие дачники фактически не занимаются садоводством. А больше напоминают жилые микрорайоны. Яркий пример тому – дачное общество Зачиганск. Здесь насчитывается 2000 домов, а это 10 тысяч жителей. Поэтому садоводы попросили руководство города перевести дачное сообщество в микрорайон. На нашу просьбу Аким города ответил. Так, чтобы наше сообщество стало жилым микрорайоном, необходимо проделать колоссальную работу. По нормативам и стандартам дачное сообщество не подходит. У нас узкие дороги, расположение домов очень близкое. Для осуществления нашей просьбы необходимо всё сносить и отстраивать заново. Дачники Уральска пожаловались на перебои с электричеством. Так, например, председатель дачного сообщества здоровья Сергей Васильев рассказал, что коммунальные службы не хотят брать на баланс трансформаторы. С вывозом мусора тоже проблемы. Дачники не против даже помочь, а мы и так сейчас продолжаем, пытаемся своими силами организовать. Но мы просим помочь нам Акимат, чтобы он нам посодействовал в совместной работе за круглым столом, как там или в индивидуальном порядке, за кола, чтобы этот вывоз мусора носил системный характер. Не разовые акции, не так, чтобы мы заключили договор каждое маленькое общество в отдельности, и машины приходили стихийно, а чтобы это была какая-то выработанная система. Вывозом мусора в Уральске занимаются около 10 компаний, но с населением работает только «Уралтазосервис». В этом году для нужд города будет закуплено тысячи новых контейнеров. Старые установят на дачах, отметил городоначальник. Кроме того, с 15 апреля запустят дачные автобусные маршруты. В этом направлении есть положительные сдвиги. Благодаря субсидированию до конца года автопарки закупят свыше 100 единиц новой техники. Также Акимгород затронул тему торговых точек для дачников. В этом году мы сейчас в Акимате определили пока 40 мест, но пока не идет спор, где лучше, как лучше. И в этом направлении тоже я жду ассоциации предложений. Мы это официально, как и на постановлении Акимата, определим, чтобы дачники могли спокойно в летний период реализовывать свои дачные продукции. В прошлом году у нас по городу была очень нехватка воды. Увеличиваем мощность водозаборных скважин на подземном водозаборе Трёкино. Трёкино. Подключаем мы себе к коммунальному собственному взяли каменский групповый водопровод, который в районе поселка Серебрюково. Акимгород Абатшин и Беков призвал горожан активнее заниматься растеневодством и садоводством. Обратить внимание на развитие идеи главы региона «Мой двор, мой сад», в рамках которой будет возможность получить безвозмездные гранты в виде саженцев, плодово-ягодных деревьев. Альбина Кумаргалеева, Рустема Ищанов, Айдос Кисимов, Телеканал Акжаик.